И самые интересные матчи в этом году у нас в гостях и на ваших экранах. Сегодня с вами эту игру будут смотреть Константин Генич и Георгий Черданцев. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня сборная Южной Кореи играет со сборной Германией. Какие-то секунды отделяют нас от начала третьего матча групповой стадии. И чемпионат мира оправдывает свое название. Напряжение на стадионе действительно, не побоюсь сказать, планетарных масштабов. Состав сборной Южной Кореи сегодня. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Сборная Германии играет сегодня в таком составе. Похоже, команда будет играть осторожно, судя по схеме. Да, тренер решил укрепить оборону при помощи оттянутого чуть назад хамбека. В атаке сборная Германии. И как опасно пробил. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Лид Джессон. Команда приехала на этот стадион на последнюю игру групповой стадии, чтобы постараться занять первое место в группе. Команде-то нужно всего одно очко, чтобы гарантировать первое место в этой группе. Отобран мяч, надо возвращаться. Ну и за боковой мяч теперь будет введен в игру. Марко Ройс есть на ближайшем. И счет матч открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И Го в этом, конечно, плане лучше помощника. Ну что сказать, голище. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да все просто. Уберил партнера, отсылал ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как исполнено, а? Смотрим повтор гола. Прекрасный завес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Спогла сборной Германии выйти вперед в этом матче. Пока неплохо. У Джачхоль. Тут просто подарили мяч соперному. Озил. Месут Озила иногда упрекают в том, что он не слишком охотно перемещается по полю. Мол, бегает недостаточно. Иногда это так. Зато как же рационально действует Озил. Минимум лишних движений. Если начал немец рывок, значит, видит в атаке перспективу. Тут может что-то получиться. А это Мац Кумельс отводит опасность от ворота. Карим Белараби. Продолжает идти вперед. Ну, навешивай! Аут около штрафной. Это может быть опасно. Джошуа Кимми. Подача в штрафную там есть. Нет, ну, такими ударами игры не сделаешь. Пробить с такой дистанции и не отправить мяч в ворота, это надо очень постараться. Передача головой. Мяч по-прежнему у них. Это может быть опасно. Он бьет. О, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на дождь. Он явно не собирается. Гол сослуживает того, чтобы увидеть его еще. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Ку Джачхоль. Один из самых фантастических по нокау страстей заключительных матчей группового этапа подарил нам чемпионат мира в Японии и Корее. Когда Уругваю для попадания в 1-8 необходимо было обыгрывать сборную Сенегал. Самое интересное, что к перерыву африканцы вели со счетом 3-0. Казалось, все кончено. Но Уругвайдса каким-то непостижимым образом вернулись в игру и сравняли счет. Самую малость им не хватило для того, чтобы сотворить футбольное чудо. Сок Хен Джун. Защита справляется. Мац Хумельс. Атлетизм, чувство дистанции и хладнокровие делают из Мац Хумельса защитника мирового класса. Он не склонен к неоправданному риску, а значит надежен. А это главное качество для защиты. И выносится мяч и штрафной. Сок Хен Джун. Мац Хумельс нарушил правила. Арбитр дает свисток. Уджач Холь. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Джошуа Кимик. Беларабин. Немцы идут в атаку. Забивать можно. Во всайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Сок Хен Джун. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Ким Чин Су. Ку Джач Холь. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Штрафной подачи. Есть там. Гол. Высший воротовший игре на втором этаже. Ну, вряд ли можно винить воротаря. В этом пропущенном мяче удар был слишком хороший. Все-таки сумел достать мяч головой. И не оставил воротарю ни малейшего шанса. Обида должна быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Ким Чин Су. Это может быть опасно. Надежно играет защитник. Атака прервана. Хороший пас на ход. Ким Чин Су. Сок Хен Джун. Сон Хин Мин. Это может быть опасная атака. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Арбитр останавливает игру. И вполне карточку может показать за такое нарушение. Кумельс. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Ли Джессон. Табличка в руках четвертого сутки. Три минуты добавил. О, он накручивает соперников одного за другим. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Ку, Джачхоль. Сок Хен Джун. Хорошая игра в отборе. Но первые 45 минут в нашей встрече. Итак, продолжается матч. Второй тайм. Третья игра группового этапа. Нужна особенная концентрация сейчас обеим командам. Предельная внимательность и желание стать лучшими на планете. Тогда, возможно, все получится. Ну, у кого-то одного. Ку, Джачхоль. Пока неплохо. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Забирает мяч голкипера. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Хедина. Карим Беларабин. Переплачен этот пас. Довольно своевременно. Заброс вперед. Может получиться интересная атака. Удар нужен. Хумельс. Очень хороший первый тайм. В его исполнении мы видели. Команда пока выигрывает. На его счету два забитых мяча. Он близок к Е-3. Ну и пока все более чем... Отличный удар. Видимо, слишком он хотел забить свой третий мяч сегодня. И поэтому промахнулся. Но время у него еще есть и может в дальнейшем у него все получится. Немцы идут в атаку. Немцы идут в атаку. Марио Гомес, один из героев этого матча. На мой взгляд, он сегодня был очень и очень хорош. Да, он сегодня очень здорово выглядит. Активен в атаке. И вот нам показывает график с его ударами. Здесь нагляда видно, как он сегодня здорово поработал. Гол забивает Германия. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статям. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Одна команда сегодня на поле. Ким Мин У. Сок Хён Джун. Это может быть опасно. Прекрасная игра защитников штрафной. И этот штрафной может быть очень опасной. Звучит свисток штрафного удар. Сильно мимо мяч проходит. Неудачная попытка. В следующий раз нужно более ответственно подходить к удару. Или дать мяч кому-нибудь другому. Ли Джессон. Это может быть опасно. Сон Хэн Мин. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Мяч в штрафной. Не может его вынести защита. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И удар должен последовать. Будет угловой удар. Азил подает с углового. Да. Вот так удар. Да. Не получилось у него прицельно пробить головой. И мяч отправился совсем не туда, куда должен был. Обратный пас. Очень быстро сыграет. Ким Чин Су. Ли Джессон. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация. Сразу не скажешь. Джошуа Кимих. 20 минут до конца основного времени матча. Атака продолжится через флаг. Марио Гомиш. Ли Джессон. Ку Джачхоль. Может получиться интересная атака. Подача. Чей мяч будет. Ройс. Легким движением ноги оставил соперника. Неудел. Чой Чулсун. Блестящий отцы сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ку Джачхоль. Ку. Но это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность. Но удар у него мягко говоря не получился. Готовится сделать замену. Наставник команды. Хедира. Уверенно действовал в перехвате игрок. И в итоге завладел мячом. Отлично сыграно. Надо решать. Сок Хен Джун. И подача туда в сторону ворот. И вратарь забирает этот мяч. Еще достаточно игрового времени. Десять минут. Марко Ройс. Сегодня соперник должен думать дважды. Перед тем как нарушить правила вблизи штрафной. Марко Ройс может послать мяч в девятку почти с любой точки. Ройс Майстер. Наказать за фолл его талант. Проходит эта передача. Может быть опасно. Марко Ройс. Хорошая игра в отборе. Но мяч пока ничей. Сыграно жестко. Но в рамках правила. Марко Ройс. Мясут Озил. Здесь он попадает под прессинг. Джошуа Кимми. Аут. Мяч у Германии. Похоже готовится замен. Марио Гомес. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ли Че Сон. Сок Хен Чжун. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Три минуты будет добавлено. Защита надежно играет. Мяч отобран. Ким Мин У. Эд видит игрока впереди. Тут может быть опасно. Удар. Вот вам и гол. Но это гол скорее престижа. Кто знает. Может быть еще один удастся забить. Но времени осталось не так много. И все-таки влетает мяч в ворота. И это повод, наверное, сказать, что вратарь не виноват. Ну он же не робот, конечно. Но мы-то всегда... Итак, звучит финал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...